Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале CBC с обзором событий к этому часу в студии Эльнар Алиева. Коротко о главном. В США они пытаются конкурировать с Россией в содействии Азербайджану и Армении в мирном процессе. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Родные военнослужащих, погибших при пожаре военной части в Зангизури, проводят акцию протеста в центре Еревана. Нам нужны истинные миротворцы. Акция протеста под таким лозунгом проходит перед базой российского миротворческого контингента в Карабахе. В освобожденном от армянской оккупации в Физулинском районе прошло очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям. Министерство экономики знакомит потенциальных инвесторов с преимуществом и потенциалом городахского стекольного завода, который готовится к приватизации. А теперь об этих и других новостях. Более подробно президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Тимур-Лесты Жозе Рамуша Орту. Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства. Более подробно в наших следующих выпусках новостей. Ранее президент принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в стране Руслана Стоянова. В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан и Болгария – стратегические партнеры. Азербайджанский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей, отметив, что наряду с энергетической сферой есть потенциалы для углубления сотрудничества в других направлениях. В свою очередь Руслан Стоянов отметил, что отношения между странами не только вносят стратегический характер, но и являются дружескими. В трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении нет четкого заявления о том, что объезжать Лачинскую дорогу нельзя, но Азербайджан будет пресекать все попытки незаконной перевозки оружия. Об этом заявил корреспондент газеты «Коммерсант» Кирилл Кривошеев. Он отметил, что российским миротворцам стоит смириться со сложившейся ситуацией, если в дальнейшем там будет установлен контрольно-пропускной пункт. Можно много ссылаться на трехстороннее соглашение, но опять же, там не прописан четкий запрет о том, что объезжать Лачинский коридор никаким образом нельзя. И если действительно эта дорога находится под контролем российских миротворцев, а де-факто, как мы знаем, армянских сил, то вот они ее используют. И понятно, что азербайджанская сторона будет пресекать такие инциденты. Дальше нужно будет смотреть только на одно, как российские миротворцы будут, скажем так, уживаться с этой новой реальностью, и будет ли дальше на этой дороге установлен какой-нибудь блокпост, и чей он будет. Комментируя вооруженный инцидент в Карабахе, использование армянских топонимов. Эксперт отметил, что в таком случае, идя на уступки Азербайджану, Москва теряет авторитет среди армянского населения, которое, по его словам, недовольно действиями российского миротворческого контингента. Армянское население очень недовольно действиями миротворцев, именно потому, что они ничего не делают в Лачинском территории. То есть, понятен аргумент азербайджанской стороны, что до этого российские миротворцы позволяли проезжать каким-то грузом. Да, а с армянской точки зрения очень плохо, что российские миротворцы не прогнали экоактивистов. Тема обсудим с военным экспертом Шаэром Ромалдановым. Он с нами на прямой связи. Шаэр Малим, добрый вечер. Добрый вечер. Шаэр Малим, ну говоря, вот об очередных провокациях армянской стороны, не кажется ли вам, что уже остро стоит вопрос об установлении контрольно-пропускного пункта азербайджанской стороны? Ну, вы знаете, сколько бы веревки не виться, конец все равно будет. Об этом неоднократно говорилось, что контроль необходим. И те люди, вернее, та сторона, которая всегда препятствовала этому контролю, значит, имела какие-то, будем говорить, черные мысли, если так можно сказать. Потому что контроль, это значит объективность, контроль, это значит взаимодействие, контроль, это значит иметь информацию о тех грузах, которые пересекаются на границе с одного государства в другое. В принципе, для лиц армянской национальности, которые проживают на территории Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы России, в принципе, для их жизнеобеспечения, для того, чтобы они были, то есть необходимые грузы, не нуждаются в никаком, будем говорить, каких-то ограничениях. Конечно, ограничения есть на вооружение, ограничения есть на военное оборудование, ограничения есть на военную технику, на мины и так далее и тому подобное. Поэтому та сторона, которая препятствует тому, чтобы на границе был контроль, значит, тут между строк можно читать, что они хотят, чтобы оно было бесконтрольно, только для того, чтобы провозить туда то имущество, которые не относятся к жизнеобеспечению, не нужно для жизнеобеспечения, будем говорить так, гражданского населения, которое там есть, а нужно для того, чтобы в любое время создать очаг напряженности, вооружить незаконные формирование, проводить ротацию, ведь в конце концов стало ясно, что все, что там находится, это контролируется Министерством обороны Армении, что все взаимосвязано с ними, как может контролировать одно государство военное формирование, которое находится в другом государстве. Поэтому я думаю, что и эта дорога, которая используется, как говорится, в целях контрабанды, будем говорить так, естественно, и на сегодняшний день позиции России тоже понятно, потому что, вернее, понятно, но и непонятно. Понятно в том плане, почему они такую позицию занимают, потому что это их промах, будем говорить так. Они отвечают за Лачинский, как говорится, коридор. А непонятно, потому что, почему они тогда, если отвечают за это, не контролируют, как говорится, этот Лачинский коридор по всему его, как говорится, ширине. Поэтому я думаю, что вопрос контроля к господинам президентам Ильгам Алиевым не просто так был поставлен, потому что столько сигналов, столько информации о вывозе, как говорится, в экологическом плане руд из полезных ископаемых из Азербайджана и прибытии туда из-за границы нежелательных лиц и иранских специалистов, как говорится, военных специалистов нахождения на территории Азербайджана и вооружений, которые поступают в Азербайджан из Армении, все это, конечно, не могло, как говорится, не пройти без внимания. И господин президент очень правильно, очень четко и очень твердо поставил вопрос, давайте поставим контрольно-пропускной пункт и будем вместе контролировать те грузы, которые пересекают территорию одного государства в другое государство. Поэтому я думаю, что вопрос контроля, он очень острый и тот инцидент, который произошел, это еще раз говорит о том, что насколько бесконтрольно было, почему, как говорится, и эта дорога, которая используется армянскими сепаратистами, почему-то осталась без внимания российских миротворцев. Если она осталась без внимания российских миротворцев, а если осталась, значит, в какой-то степени, будем говорить так, извините меня, но я должен сказать, что здесь и чувствуется участие российских миротворцев, которые недобросовестно относятся к своим служебным обязанностям. Да, наблюдаем такую, можно сказать, одностороннюю позицию. Вы также затронули вопрос незаконной эксплуатации природных ископаемых Азербайджана. В частности, учитывая то, что Армения не выполняет пункты трехстороннего заявления, то есть обязательства, которые она на себя взяла, и на фоне этого мало того, что она игнорирует, еще и обвиняет Азербайджан в якобы блокаде Лачинской дороги. Вот тут также не совсем понятно. То есть мы видим, что проходит мирная акция протеста, ее пытаются политизировать, и на этом фоне армянская сторона пытается провести вооружение, и как бы есть доказательства, и видеокадры. Не совсем понятно, учитывая то, что мы находимся опять-таки в преддверии подписания мирного договора, на котором Азербайджан постоянно настаивает, а вот Армения устраивает такие провокации. Я согласен с армянской стороной только в том случае, что эта блокада относится к вывозу полезных ископаемых из Азербайджана. Мы блокируем и блокируем, как говорится, провоз вооружения и военной техники на территорию Азербайджана. В этом плане я с ними согласен. А с другой стороны, все абсолютно прозрачно, и мы ежедневно, как говорится, получаем информацию, и с помощью ваших средств информации о том, что в день почти около 100 машин различного назначения грузов проезжают в одну и в другую сторону беспрепятственно. И наши активисты, которые там находятся, как говорится, очень дисциплинированно выполняют все требования миротворцев по пропуску техники, которые проезжают по этой дороге. Спрашиваются, если есть дорога нормальная, как говорится, оборудованная, какая необходимость использовать полевые дороги? И потом я по некоторой информации читал, якобы там это полиция, имеют отношение к этой полиции, которые там погибли в результате этой перестрелки. Якобы какие-то паспорта, какие паспорта на полевой дороге, где населенные пункты не жилые? И спрашивается, почему эти паспорта, эти специалисты не могли проехать по нормальной дороге. То есть тут все белыми нитками шито. И сегодня, когда в бюллетене проходит такая информация Министерства обороны России по этому поводу, вы знаете, это, ну, просто слов нету. Хотя бы, может быть, придумали бы что-то другое. Кстати, хорошо, что они не сказали, что они пастухи. Я бы не удивился, если бы они сказали, что в этой машине находились пастухи. Поэтому я думаю, что все и так ясно. И те активисты, которые там находятся, они именно вот с их помощью мы выявили вот эту дорогу, которая используется в целых контрабандах. Вы представьте, когда неконтролируемая дорога, улучшенная Лачинского коридора, что там только не провозили. А сейчас они, да, сейчас они вынуждены пользоваться полевой дорогой. И вот сейчас, учитывая, то есть, как говорится, благодаря соответствующим органам Азербайджана, которые все-таки вели в визуальные наблюдения всех, как говорится, других полевых дорог, было выявлено именно вот такой вопиющий факт, который привело к вооруженному инциденту, где появились, то есть, что есть жертвы с обеих сторон. Если им нечего было прятать, почему они открывали огонь? Как они, почему они были вооружены автоматами? И что это за выражение? Я читал, правда, я хочу поделиться. Может быть, наши зрители не знают. Когда якобы российские миротворцы оказывали первую помощь нашим раненым, и тут же какие-то видеоматериалы, но там нет никакого факта, когда наших раненых военнослужащим никто не оказывал никакой помощи, и наши сами военнослужащие, которые были, нормально будем говорить так, в состоянии вывели своих боевых товарищей с этой зоны. Поэтому обман за обманом, ну, я понимаю, им нечем как-то надо оправдать эту ситуацию, но я думаю, что эту ситуацию должна, в первую очередь, сделать выводы должны российские миротворцы, что впредь, я думаю, что не будет оставаться все так доверительно и бесконтрольно. С другой стороны, они должны выполнить все требования, которые выдвигаются соответствующими структурами Азербайджанской республики, в том числе и Министерством обороны. И третье, я думаю, что все-таки они должны прийти к общему знаменателю с Азербайджаном и, как говорится, решить вопрос о контроле Лачинского коридора со стороны Азербайджана. Поэтому мы на прошлых передачах говорили, как это возможно, кто-то может участвовать и так далее. Я не хочу повторяться. Но то, что контроль должен, это на сегодняшний день, это требование времени, требование обстановки. И требование, если мы хотим в будущем, чтобы в Нагорном Карабахе не было много, не вспыхло какая-то, будем мы говорить, агрессивная провокация со стороны армян, то должно все это контролироваться. Кстати, вы знаете, 4-го числа один военнослужащий наш подорвался на мине. Да, минная проблема также актуальна. Да, минная проблема. И я очень беспокоюсь за то, что мы освободим эти территории от незаконных военных подорвался. Я в этом не сомневаюсь, но тогда мы столкнулись с новыми минными полями по кругу соприкосновений с российскими миротворцами, то есть где они находятся. Поэтому я думаю, что вторая волна разминирования новых мин, уже свежих мин, изготовленных после 2020 года, ждут нас на территории, за которой отвечают временно миротворцы России. Спасибо большое, Шайра Малем, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. На связи со студией был военный эксперт Шайра Малданов. Продолжаем наш выпуск. В контексте мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией Соединенные Штаты Америки ведет себя не в качестве посредника, а в качестве партнера для обеих стран. С таким неоднозначным заявлением выступил в рамках брифинга представитель Госдепа США Нед Прайс. Мы играем роль партнера для обеих стран, содействуя на трехсторонней основе взаимодействия между министрами иностранных дел, а также между лидерами обеих стран. Мы готовы на двусторонней, трехсторонней и многосторонней основе продолжать выступать в качестве партнера в продвижении работы по обеспечению прочного мира. Заявление Неда Прайса является еще одним месседжем Еревану о том, что он зря отдалился от Москвы, которую уже давно числится в списке предавших ее. Армения надеялась на то, что США наряду с Россией примут активное участие в мирном процессе, но остается вопросом, что Соединенные Штаты понимают под словом партнер. Если они не посредники, то, пожалуйста, будьте добры, держитесь дистанционно от этого региона. А если вы посредники, будьте добры исполнять свои функции и обязанности. И тем более, что назначен сейчас новый представитель по Кавказскому региону от американцев, это Луис Бону. Только если этот человек, эмиссар, приезжает в регион, посещает, скажем, Баку и Ереван, он встречался с президентом Ильхамом Алиевым и говорит о том, что американцы нацелены на мир. Так, пожалуйста, докажите это не только словами, но и вашими действиями. Впрочем, основной надеждой Еревана на дестабилизацию ситуации остается поддержка Франции. Армения безуспешно пытается возродить формат переговоров в рамках несостоявшейся минской группы ОПСЕ. Как бы то ни было, практических шагов тройка на сегодняшний день не предпринимает. А в Москве заявили, что Франция и США на фоне войны в Украине отказались работать с Россией в одном процессе. В Армении уже давно поравнят голосу разума и воспринимают события, реальные события, реальные, так, как есть. В частности, отказаться от каких-то там, в кавычках, покровистых Франции и попыток реанимации в той или иной форме, там, больше, это минской группы ОПСЕ. И в этом плане, я думаю, что позиция Вашингтона, даже вот то, что заявление не до прайса, в этом плане тоже есть определенный сигнал Армении, что после Еревана не мечтают о реанимации минской группы ОПСЕ. Пока Ереван смотрит по сторонам и ожидает поддержки от третьих стран, Баку принимает конкретные решения. Четкие предложения по стабилизации ситуации были озвучены в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Предложение Баку Ереван оставил без ответа, а это еще раз указывает на нежелание Армении прийти к миру. Медина Гурбанова, Си-Би-Си. В столице Армении вновь протесты. Родственники и близкие армянских солдат требуют отставки военного руководства страны. Подробности расскажет Шамисам Амедов. Ни дня без протестов. В этот раз в Ереване демонстрацию проводят родные военнослужащих, погибших при пожаре в воинской части Зангизури в июле 2022 года. Родственники солдата срочной службы Поляна-Пагасяна перекрыли трассу Юмбри-Ереван. Они требуют встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства Армении Суреном Папекяном. Спустя месяцы с момента происшествия в деле так и не появились обвиняемые, а близкие погибших до сих пор не получили результаты судебно-медицинской экспертизы. Я достойно вырастила сына и отдала его стране. А где он сейчас? Ничего не требую от вас. Только верните мне сына. Если министр обороны не хочет выслушать наши требования, то почему он занимает этот пост? Он разрушил мой дом, отнял семью, лишил меня единственного сына. Теперь они также поступают и с другими родителями. Восемь месяцев нас водят за нос. Эта дорога откроется только через мой труп. Призываю родителей не отправлять своих сыновей служить в этой бесхозной стране. Я жду звонка от министра обороны Сурена Попекяна. Он должен ответить мне, почему мой сын не вернулся домой. Я неоднократно требовал встречи с ним. Но он вечно прячется. В нём нет ничего человеческого. Он бездельник. Из-за его халатного отношения к работе с моим сыном произошла трагедия. Во время пожара 19-летний Полян Пагасян получил ожоги различной степени тяжести. Он находился в больнице 10 дней, однако врачам не удалось спасти его шесть. Родители убеждены, что их сын несколько часов после происшествия оставался без должной медицинской помощи. Кроме того, в период его лечения врачи регулярно просили его родственников принести то или иное лекарство, а также медицинские принадлежности. Близких военнослужащих беспокоит и вопрос, почему в Армении настолько участились случаи пожаров в воинских частях. В этом году похожий инцидент произошёл в одном из приграничных районов. Погибли 15 военнослужащих. Уже почти 8 месяцев прошло, но никого ещё не привлекли к ответственности. Не будут разбирать и последний случай. Я хочу знать, от чьих рук погиб мой ребёнок. Кто лишил моего сына права на жизнь? Почему мы до сих пор вынуждены носить траурную одежду? Все виновны, независимо от должности. Должны быть наказаны за убийство моего сына. Больше ничего не хочу. Мы ждём ответа от руководства. Хватит игнорировать наши требования. Мы говорим о людях. За кого вы принимали наших сыновей. Что поступили с ними подобным образом. Каждый раз нас просят ждать. Говорят, что скоро сообщат всю правду. Но сколько ещё можно ждать? Наше терпение иссякло. Одну из главных причин пожаров родители армянских военнослужащих называют отсутствие соответствующих условий в воинских частях. Они уверены, пока руководство страны не исправит ситуацию, число небоевых потерь в рядах вооружённых сил Армении будет только расти. Нам нужны истинные миротворцы. Акция протеста под таким лозунгом проходит перед базой российского миротворческого контингента в Карабахе. Группа армян требует встречи с командующим российским миротворческим контингентом Андреем Волковым. По словам протестующих, российские военные не справляются со своими обязанностями. Они призывают заменить их на международных наблюдателей. Там, где есть русские, не может быть мира, скандируют участники акции. Ранее несколько армян Карабаха перекрыли дорогу группе миротворцев и объединили их в перевозке гуманитарной помощи за определённую плату. Я езжу каждый день, вложу вам и продукты, и вашим гарантским людям. А, деньги, деньги зарабатывают. Ни деньги, я не зарабатываю. Подожди, слушай меня. Я ничего не зарабатываю. От того, что вас туда не пускают, это не мои проблемы. Иди командующим, и ему предъявляют... Вот закрыли, чтобы ваш командующий вышел отсюда. Это не командующий. Вот мы закрыли дорогу. Мы закрыли, чтобы ваш командующий вышел отсюда. Мы же не здесь, он там. А где он? Он там, группированный, здесь в парке. Вот позовите, чтобы он вышел отсюда. Я служил, я воевал. Это автопарк. Куда выходишь? Куда выходишь? Вот дай назад потом иди, парк. Меня начальник зовет. Начальник зовет. Дай назад потом. Я тебе серьезно говорю, братан. Не рискуй просто так. Залезь в машину. Война в самом деле. Вы уже полностью хозяйничествуете. Переходим к экономическим новостям. Ух представит моя коллега Анастасия Паналина. Сотрудничество Азербайджана и Болгарии в энергетической отрасли и, в частности, значение проекта «Южный газовый коридор» обсуждалось на встрече президента Ильхама Алиева с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Русланом Стояновым. На церемонии передачи верительных грамот глава государства также выразил надежду, что две страны и впредь будут долгие годы оставаться близкими партнерами для обеспечения энергетической безопасности. В то же время президент Ильхамалиев отметил, что реализация совместных проектов создала возможность для Болгарии стать транзитной страной для азербайджанского газа. Президент Азербайджана, кроме того, указал на наличие потенциала для развития сотрудничества также и в других областях и подчеркнул важность усилий по увеличению товарооборота. В свою очередь, Руслан Стоянов отметил, что Азербайджан является для Болгарии стратегическим партнером. Дипломат также коснулся важности ввода в эксплуатацию газового интерконнектора Греции-Болгарии. Поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года по трансадриатическому газопроводу. Официальное открытие интерконнектора Греции-Болгарии состоялось 1 октября 2022 года. Азербайджан и Израиль обсудили направление взаимного сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и безопасности. Согласно информации Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, делегация во главе с руководителем учреждения Ильгаром Усаевым посетила Израиль. В рамках визита представители миссии посетили Национальное управление кибербезопасности Израиля и Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты. Также азербайджанские эксперты ознакомились с работой Национального операционного центра кибербезопасности Нас лабораторий Министерства энергетики и других ведомств. На встречах обсуждались проекты, реализуемые Израилем в сфере ИКТ и информационной безопасности. Саудовский фонд развития разместит в Центральном банке Турции депозит на сумму 5 млрд долларов. Соответствующее соглашение подписали министр туризма Саудовской Аравии, председатель Совета директоров фонда Ахмед Аль-Хатып и глава Центробанка Турции Шахаб Кавджоглу. Отмечается, что подписанный между Анкарой и Риадом документ будет способствовать укреплению турецкой экономики путем решения экономических вопросов в различных секторах. Согласно информации Фонда развития Саудовской Аравии, данный депозит является в том числе демонстрацией стремления королевства поддержать усилия Турции по укреплению экономики, а также обеспечению социального роста и устойчивого развития. Более подробную тему мы обсудим с Туралом Асади. Турал, здравствуй! Добрый день, Настя! Расскажи нам, пожалуйста, как Турция может использовать эти финансы? Вообще будут ли их использовать для поддержания лиры, или же они могут быть использованы в реальном секторе экономики? Экономики, вот как ты думаешь? Да, на самом деле это очень интересный вопрос, Настя. Учитывая, что еще буквально месяц назад в стране произошло мощное землетрясение, несколько землетрясений подряды, и их авторшоки до сих пор продолжаются. Вот сегодня как раз-таки в течение шести минут в Кахромана Мараша произошло, вернее, простите, в Кайсере произошло три землетрясения магнитудой свыше четырех. И на этом фоне, безусловно, любые, скажем, финансовые поступления в бюджет Турции, в Центробанк Турции, они являются очень важными. И на самом деле здесь вот пока конкретики касательно того, как они будут использованы, данные финансы, нет. Но я думаю, что, наверное, вот правительство будет больше, более склонно к тому, чтобы поддержать вот курс лиры, потому что изначальной целью вот данных вливаний, данных финансовых, скажем, именно была вот как раз-таки поддержка курса лиры. Мы вот это видели и когда подобные документы были подписаны между Азербайджаном и Турцией, между Катаром и Турцией. Ну и помимо этого турецкая сторона, турецкая республика предпринимает еще ряд других важных мер для того, чтобы укрепить не просто позиции лиры по отношению к доллару, но и усилить экономику страны и, безусловно, здесь как-то, скажем так, помочь тем, кто хочет, например, больше вкладывать в недвижимость в Турцию, в сектор недвижимости, хотя вот после землетрясения рынок недвижимости сейчас показывает немного нестабильную картину, скажем так, вот были новости касательно того, что российские покупатели недвижимости в Турции, они уже, большая их часть уже передумала касательно вот покупки недвижимости в Турции и они направляются в другие страны региона и вообще в целом по миру, но тем не менее, сказать, что, например, цены на движимость сильно упали, здесь пока мы этого не наблюдаем, но тем не менее, вот фактор землетрясения, он ударил, безусловно, по экономике Турции, но правительство решительно настроено на то, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия, не просто вот связанные с разрушениями, но и финансовые последствия землетрясения. И вот данный шаг как раз-таки подписание договора о, скажем так, финансовых потоках из Саудовской Аравии в 5 миллиардов долларов, это очень значимое для Турции, значимое событие в этом плане, в финансовом плане. И напомню, что вот на днях буквально Турция и Объединенные Арабские Эмираты также подписали соглашение о зоне свободной торговли, и вот это также должно стимулировать, скажем, торговлю между Турцией и этой страной, ближневосточной страной. Здесь, безусловно, Турция уже несколько месяцев назад, даже год назад, если не ошибаюсь, уже запустила процесс нормализации отношений с Саудовской Аравией, с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Египтом, с Израилем. То есть все эти финансовые потоки, финансовые вливания в экономику страны, они уже были рассчитаны вот несколькими месяцами, годом ранее, и вот они продолжаются. Вот как раз-таки, несмотря на то, что вот был такой риск после землетрясения, безусловно, Саудовская Аравия, несмотря на это, например, не отказалась от данного соглашения. Это действительно говорит нам о том, что турецкую сторону данной страны считают надежным партнером, даже учитывая тот факт, что между Саудовской Аравией и Турцией долгие годы были очень напряженные отношения, то есть в любой момент, воспользуясь тем, что в стране произошло землетрясение, Саудовская Аравия могла бы сказать, что мы пока не можем так рисковать, но мы видим, что позиция Анкары в этом плане, то, насколько она является надежным партнером, сыграла свою роль, и Саудовская Аравия, как и другие страны, все еще не отказываются от своих обязательств, которые они вот взяли в рамках договоренности с Анкарой, и как раз-таки вот Анкара сможет использовать эти деньги, эти вливания, как вы сказали, например, либо для поддержания курса лиры, либо они будут уже привлечены в реальный сектор реальной экономики страны. А вот Турал, вот скажи нам, как сейчас обстоят дела с лирой? Может быть, есть какие-нибудь прогнозы по местной валюте? Ну, прогнозы, например, вот вчера то, что оппозиция определилась с единым кандидатом, некоторые эксперты, например, экономисты, говорили о том, что это сыграло позитивную роль, это показало, что ситуация политическая в стране стабильна, что, например, изначально все думали, что среди оппозиции начинается очень глубокий хаос, глубокий кризис, но когда они уже смогли договориться и выбрать единого кандидата, некоторые показатели по международным рейтинговым агентствам, они начали стабилизироваться, и вот ряд экспертов начал говорить о том, что вот это сможет как-то повлиять положительно на турецкую лиру, но учитывая фактор землетрясения, говорить о том, что лира сегодня сможет как-то курпиться в отношении доллара, пока рановато есть, честно, но и каких-то минусов, какого-то спада вот в отношении лиры по курсу доллара, мы тоже не наблюдаем, но сегодня, если не ошибаюсь, один доллар торговался в соотношении 18 и 90 лир, соответственно, то есть есть некий вот спад вот в курсе лиры, и доллар немного, чуть-чуть совсем укрепился в своей позиции, но это уже тенденция, уже наблюдается, сколько долгие месяцы, и последние месяцы она была более-менее стабильной, сейчас какого-то, скажем так, спада нету, и так вот несколькими месяцами ранее курс доллара играл между вот 18.5, 6, 7, и вот сегодня, в сегодняшние дни, вчера-сегодня 18.9, то есть какой-то кризисной отправной точки, очередной кризисной отправной точки мы не наблюдаем. Благодарю, Турал, спасибо большое, что так развернуто нам все рассказал, спасибо большое, всего доброго, до свидания. До свидания. А я напомню, что с нами на прямой связи был Турал Асадзи, корреспондент телеканала CBC в Турции. Продолжаем выпуск. Началась работа по приватизации открытого акционерного общества «Городахский стекольный завод». В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 120 тонн стекла ежегодно, а уставной капитал составляет почти 36 миллионов монатов. В преддверии этого события государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики был организован медиатур для информирования предпринимателей о предприятии и привлечения потенциальных инвесторов. Для реструктуризации и развития было решено приватизировать предприятие. Согласно действующему законодательству, происходит этот процесс будет в формате инвестиционного конкурса. Так, объявление о выставлении «Городахского стекольного завода» на инвестиционный конкурс будет размещен за 30 дней до события на официальном сайте государственной службы и на приватизационном портале. В настоящее время создана приватизационная комиссия, которая готовит проект инвестиционного конкурса, определяет его условия. Сегодня уставный капитал общества определен в 35 миллионов 950 тысяч монатов. Данная сумма была сформирована на основе выпуска 17 миллионов 975 тысяч 315 акций номинальной стоимости 2 моната каждый. 15% акций общества будут предложены на льготных условиях коллективу предприятия, а 85% выставлены на инвестиционный конкурс. Основная задача предприятия – создание стеклянной тары, которая в основном используется для пищевых продуктов. Данный завод является в регионе одним из крупнейших. Также и с точки зрения логистики он находится в удобном месте. В начале 2023 года «Городахский стекольный завод» подписал с местными компаниями ряд контрактов на производство 30 миллионов единиц стеклораты. По словам директора производственного цеха, завод планирует реализовать данные контракты в течение 9 месяцев этого года. Кроме того, на предприятии может выпускаться стеклянная тара различного предназначения. В настоящее время большинство заказчиков местные, однако подписаны и соглашения с компанией Coca-Cola в Грузии, для которой будут выпускаться стеклянные бутылки. Завод оснащен итальянским и чешским оборудованием, а постоянной работой на нем обеспечены 209 человек. В настоящее время мы отправляем нашу продукцию практически во все точки Азербайджана. Наш производственный процесс организован на очень высоком уровне. На данный момент у нас задействовано более 90% имеющихся производственных мощностей. Основное сырье для выпуска продукции мы импортируем из соседних стран. В основном это кварцевый песок из России, а также кальцинированная сода из Ирана. Остальное сырье местного происхождения. Роль женщины в современном обществе. Об этом сегодня говорилось на Бакинской фондовой бирже, где составилась третья церемония «Звонок открытия», посвященная гендерному равенству. Мероприятие организовано в партнерстве с программой развития ООН в Азербайджане. На заседании выступили глава биржи Эльдар Абдуллаев, представители организации «Гендерное равенство ООН и расширение прав и возможностей женщин в Грузии» Каори Исикаева. Также были представлены сотрудники коммерческих финансовых местных и иностранных структур. Бакинская фондовая биржа в 2020 году начала сотрудничать с инициативой группы ООН по устойчивым фондовой бирже и Всемирной федерации бирж. Ежегодно в первую неделю марта эти структуры вместе со своими биржами-членами проводят мероприятие «Вступительный призыв к гендерному равенству». В феврале текущего года БФБ присоединились к инициативе «Принципы расширения прав и возможностей женщин» в партнерстве с программой развития ООН, женским агентством ООН. Азербайджан является одной из 21 стран, присоединивших к инициативе глобального договора ООН. А как часто вы используете компьютеры вместо смартфонов? Видимо, все реже и реже, что отражается в статистике. Исследовательская компания International Data Corporation прогнозирует, что мировые поставки персональных компьютеров и планшетов по итогам 2023 года упадут более чем на 11%. Продажи за год составят всего каких-то 403 миллиона единиц. Однако не все так печально для рынка, как может показаться. К 2024 году, по мнению аналитиков, ситуация улучшится и поставки вырастут более чем на 3,5%. Так что продажи достигнут почти 418 миллионов. Вперед с 2023 по 2027 годы. Среднегодовые темпы роста продаж персональных компьютеров ожидаются на уровне 2,9%. В то же время на рынке планшетов прогнозируется нулевая динамика. У экспертов есть и объяснение причин, почему, вопреки очевидной популярности смартфонов, рынок персональных компьютеров и планшетов не умрет. Так, завершение обслуживания операционной системы Windows 10 постигнет обновление парка компьютеров в 2024 и 2025 годах. А спрос на планшеты на операционной системе Android получит поддержку благодаря использованию в образовании, утверждают аналитики International Data Corporation. Ну что ж, на этом пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий в мире экономики. Спасибо, Анастасия. Анастасия Панарина представила блог экономических новостей, но мы продолжаем. В освобожденном от оккупации городе Физули состоялась церемония закладки фундамента Центра развития детского творчества имени Курмангазы, который будет построен на пожертвовании Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие специальные представители президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, за исключением Шушинского района, именин Гусейнов, представители посольства Казахстана в Азербайджане, председатель совета директоров холдинга B-Group Айден Рахимбаев. Согласно проекту, школа будет располагаться в городе Физули на территории общей площадью 1,5 гектара. Школа будет двухэтажной, и здесь планируется создать необходимые условия для обучения 600 учеников. Также в школе будут обучать искусству ХАННД, в хвороткательству, в культуре и в ювелирном искусстве, проводить занятия по музыке и живописи, и графическому дизайну. Проект именно предусматривает очень много мастерских, это центр творчества, школа творчества, в котором дети будут получать очень много-много знаний. Я думаю, в том числе для нас это историческая миссия, помогать азербайджанскому народу для того, чтобы восстановить территории. И мы будем это делать с большим позитивом. Президент Азербайджана Эльхам Алиев принял специального представителя правительства Китая по европейским вопросам в Ухонбо. Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства. Более подробнее в наших следующих выпусках новостей. В Физулинском районе прошло очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям межведомственного центра, действующего при координационном штабе, созданном для решения о централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Участники мероприятия также ознакомились с ходом восстановительных работ на местах. Восстановление освобожденных территорий Азербайджана началось с реконструкции дорожной инфраструктуры и коммуникационных линий. Для того, чтобы подвести итоги проделанной работы, обсудить задачи, стоящие перед соответствующими структурами, в Физулинском международном аэропорту прошло очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям межведомственного центра, действующего при координационном штабе. Очень трудно выполнить другие работы во время восстановления без прокладки транспортных и коммуникационных линий. С этой точки зрения на освобожденных от оккупации территориях в первую очередь приоритетом является восстановление дорог и коммуникационных линий. Строительство дорог и коммуникационной сети в городе Агдам впервые в Азербайджане осуществляется на основе единой концепции. К концу этого года планируется завершить проектирование автомобильных дорог Физули-Гадрут, Барда-Агдам, Щукербейли-Джабрайл-Гадрут. Достигнуты значительные успехи по прокладке автомобильной дороги Ахмедбейли-Шуша. Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, соединяющей освобождённой от оккупации Физулинский, Ходжавинский, Ходжалинский и Шушинский районы, продолжается ускоренными темпами. Протяжённость дороги превышает 81,5 километров. Участники заседания ознакомились с ходом строительных работ. В целом строительные работы на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша завершены на 67%. На этой автодороге строится 7 мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков. В настоящее время на последнем седьмом тоннеле завершаются строительные работы. Все остальные мосты и виадуки уже построены. К концу 2024 года планируется полностью завершить этот проект. В ходе поездки на освобождённую территорию представители соответствующих структур также ознакомились с ходом строительства железной дороги в городе Сагбент. Строительство этой железнодорожной линии продолжается в три этапа. 38% работ по проекту уже выполнено. Градостроительные процессы в Карабахском регионе в значительной степени тормозит наличие мин. На мероприятии было отмечено, агентством по разминированию Азербайджана очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 68 953 гектаров освобождённых территорий Азербайджана. Участники заседания также были проинформированы, что для организации радиотелевизионного вещания на освобождённых территориях функционируют шесть радиотелевизионных станций, которые в настоящее время транслируют семь радиопередач. Строительство дополнительных радиостанций будет осуществляться в соответствии с планом. В настоящее время на освобождённых территориях Азербайджана установлено 203 базовые станции связи. Все они действующие. Шуша и другие города, находящиеся на освобождённых территориях, были обеспечены телефонной связью и высокоскоростным интернетом по технологии GPON. Работа по налаживанию связи интернета на освобождённых территориях продолжается. В соответствии с планом мероприятий по реализации государственной программы Великого Возвращения предусмотрено осуществление 66 мероприятий в области транспорта и коммуникации. Данные задачи возложены на Министерство цифрового развития и транспорта, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и «Азербайджанские железные дороги». Спецпредставители стран-соседей Афганистана провели встречу в Узбекистане на повестке «Текущая обстановка в Афганистане. Вопросы взаимодействия сторон по урегулированию ситуации в стране и установлению долгосрочного мира и стабильности». Но подробностями с нами поделится корреспондент Бурчуной Мусалям Кызен. Она с нами на прямой связи. Бурчуной, здравствуйте. Прошу вам слово. Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, сегодня в первой половине дня состоялось заседание. И в нем участвовали, как вы сейчас отметили, представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркменистана. Участники мероприятия обсудили текущую обстановку в Афганистане, взаимодействие сторон по вопросам урегулирования ситуации и установления мира, стабильности в стране, а также оказание гуманитарной помощи афганскому народу. По данным ООН, 25 миллионов афганцев уже живут в нищете. И в 2023 году, то есть в этом году 2 трети населения, это 65% населения Афганистана, будут нуждаться в той или иной форме гуманитарной помощи. В этом году ожидается также падение ВВП на 35-40%. И, как отмечают эксперты, финансовая система почти обрушилась. Стоимость продуктовой корзины для населения повысилась на 30%, что заставляет семьи влезать в долги. И данная ситуация привела к потере 700 тысяч рабочих мест. Участники мероприятия считают, что если меры по обеспечению продовольственной безопасности не будут достаточными, повысится уровень недоедания среди населения. А шаги по поддержке сельского хозяйства не помогут избежать самого худшего сценария. И весьма вероятно, что третий год подряд Афганистан столкнется с засухой. К примеру, если говорить о помощи Афганистану со стороны Узбекистана, могу привести некоторые примеры. В частности, в прошлом году при поддержке Узбекистана был восстановлен аэропорт Мазари-Шариев. В апреле 2022 года были отправлены 16 вагонов с 1000 тонн муки, 29 вагонов с 2000 тонн пшеницы, 5 вагонов, груженные рисом, 100 тысяч вакцин и 100 тысяч ковид-тестов. В июне месяце был отправлен самолет с 7-14 тоннами гуманитарной помощи. Ранее ЕС и США заявили, что рассматривают Ташкент как главного посредника между миром и Афганистаном, а тем самым без Узбекистана невозможно будет реорганизовать Афганистан. После вывода американских войск ситуация особо не изменилась. В Афганистане активизируются международные террористические организации, в том числе и Аль-Каида, которая наращивает потенциал. Также участники мероприятия особо подчеркнули, что растет оборот наркотиков и увеличиваются посевные площади. В частности, 80% опятов мирового рынка – это афганского происхождения. Известно, что Афганистан с сентября 2021 года контролируется руководством движения «Талибан». И, как было сказано на встрече, на самом деле у руководства Афганистана есть планы по осуществлению крупных экономических проектов, что могло бы стабилизировать ситуацию в экономике Афганистана. Участники встречи проанализировали политическую и социально-экономическую ситуацию в Афганистане и выразили обеспокоенность ее воздействием на афганское население. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения в Афганистане эффективного управления и оказания услуг, поощрения и уважения верховенства закона, универсальных прав и основных свобод человека для всех афганцев, в частности женщин, девочек, а также детей и лиц, принадлежащих к этническим группам и меньшинствам, и создание инклюзивного и представительного правительства. Как и прежде, участники выступили за недопущение использования афганской территории в качестве базы для размещения, финансирования и экспорта терроризма и экстремизма в другие страны, подтвердили необходимость укрепления сотрудничества по предотвращению небезопасных и нерегулярных перемещений людей и противодействию торговлю людьми, оружием и незаконным оборотом наркотиков. Стороны также подчеркнули важность укрепления регионального сотрудничества для поддержки инклюзивного политического процесса в Афганистане и отметили важность, потенциал региональной взаимосвязанности для будущего развития региона. Также в рамках встречи была договоренность о проведении второго заседания специальных представителей стран-соседей Афганистана. Кроме того, участники обсудили взаимосогласованные сроки проведения в Ташкенте четвертой встречи глав Министерства иностранных дел соседних с Афганистаном стран. У меня все. Спасибо, Борчуно. Я напомню, что на связи со студией была Борчуно Мусалям Кызан. Она рассказала о встрече спецпредставителей стран-соседей Афганистана, которая прошла сегодня в Узбекистане. На этом пока что все. Оставайтесь на CBC. Будьте в курсе событий. В течение нескольких минут смотрите передачу «Экономика дня». До встречи.